Надежда стала донором 5 лет назад. Теперь это часть ее жизни. Анапчанка надеется, что смогла спасти хотя бы одного человека. По словам донора, если все делать правильно, никаких негативных последствий процедура не приносит. Лучше чувствую обновление крови для организма. На следующий день вообще летаешь. Облегчение, легкость чувствуешь. Это очень полезно для организма. Несмотря на все положительные стороны, к донорству нужно относиться серьезно. Нельзя сдавать кровь, если вы чувствуете недомогание. Головная боль, легкая простуда, сонливость – все это может сказаться не только на здоровье донора, но и на качестве крови. Накануне нельзя употреблять алкоголь, есть жареные, жирные, острые или копченые блюда. В сторону нужно убрать и продукты, насыщенные белком. Каши, супы, овощи на пару, сладкий чай – идеальная диета за день до забора крови. Есть праздничные дни, выходные дни, когда люди отдыхают, расслабляются. И обычно вот в эти дни, как сказать, бывает, когда, ну или обширное автодорожное происшествие, либо там какие-то различные ножевые ранения, споры, там, паллады. Когда в эти дни, как правило, чаще всего требуется экстренная кровь. А в плановых у нас есть терапевтические реанимационные отделения, где поступают больные с анемиями, и с хроническими анемиями, и, как сказать, и больные, которым необходима гемотрансфузия. То, что в плановом порядке тоже у нас есть переливания ежедневно происходят. На самый момент, можно сказать, что заменителей донорской крови нету. Есть перфторан препарат, но он действует в очень короткое время, и все равно, если человек переливает перфторан, то через 2-3-4 часа должно быть восполнение донорской крови. Сейчас в Центре переливания крови проходят акции для доноров. Те, кто пришел сдавать кровь впервые, смогут бесплатно сходить в кино. Стать донором может человек старше 18 лет, не страдающий хроническими заболеваниями. Сдавать кровь можно раз в 2-3 месяца. А почетные доноры, прошедшие процедуру 40 раз, не только спасают десятки жизней, но и получают денежные пособия, льготы при оплате коммунальных услуг и скидки на лечение в санаториях.